Каждый раз, когда я открываю глаза, я вижу, что в этом мире еще много зла и скверны. Закон – орудие очищения этого мира, но применение закона всегда наталкивается на слишком жесткие ограничения. Кто-то совершает преступление, но эти преступления не поддаются под действие закона. Или кто-то совершает преступление, но не удается найти достаточно доказательств, подтверждающих его вину. А иногда люди, совершившие преступление, имеют необходимые деньги и связи и могут поставить себя выше закона. Закон несовершенен. Обществу требуется иное орудие наказания виновных помимо закона. Я – тот, кто будет вершить наказание. И я применяю только один способ наказания – самый честный – смертную казнь. Я собираюсь ликвидировать целую группу преступников, но точный список пока не определен, потому что я даю вам шанс вписать в этот список одно имя. Вы желаете чьей-то смерти? Вы считаете, что этот человек абсолютно не заслуживает того, чтобы жить в этом мире, но у вас нет возможности наказать его? Само понятие справедливости перед ним блекнет? Если это так, то впишите сюда его имя. Скажите мне, что он натворил, и я вынесу ему приговор. У вас есть две недели, после чего я публикую окончательный список. Это объявление было отправлено из одного интернет-кафе и опубликовано на крупнейшем общественном интернет-форуме. Пост вызвал огромный ажиотаж, собрав несколько тысяч просмотров и более ста ответных сообщений. Привет, друзья! И сегодня я вам расскажу немного о новом романе, вышедшем в остросюжетной ветке издательства Inspiria – Джоу Ха Хуэй «Письма смерти». Перед нами национальный бестселлер Китая. Этот детективный триллер является первой частью трилогии, которая называется «Уведомление о смерти». На данный момент выпущено пока лишь две части. Вторая книга была опубликована не так давно, так что финал придется еще немного подождать. Ну а теперь перейдем к сюжету. 18 лет назад в городе Ченду было совершено преступление. Его посчитали особо жестоким, поэтому засекретили. Был убит заместитель начальника управления общественной безопасности. Преступник ему вынес смертный приговор за коррупцию и связи с мафией. И вот прошло 18 лет, и началась серия новых похожих преступлений. Что это? Подражатель или преступник спустя 18 лет решил вновь вершить правосудие? Подписывается преступник как Эвменида. Это отсылку уже к древнегреческой мифологии, где Эвменидас были богини мести, которые преследовали людей, совершившие тяжкие преступления, долго их мучили, пока они не получали свою заслуженную расплату. Письма к смерти это захватывающий триллер об убийце, любящем игры, причем очень непростые. Помимо того, что он отправляет своим жертвам вынесенный приговор, он еще дублирует эти письма полиции, указывая имя следующей своей жертвы и дату убийства. И начинается динамичная игра, на кону которой жизнь. Полиции не удается уберечь своих жертв, а новые письма все приходят и приходят. Сюжет в книге очень кинематографичен. Ближе к финалу вас ждут неожиданные повороты, и автор не один, а даже несколько раз сумеет вас удивить и заставит в полном напряжении перелистывать последние главы. Персонажи прописаны хорошо, атмосфера в книге действительно захватывающая, ибо оторваться невозможно. И самым большим, наверное, плюсом является то, что после прочтения вам будет о чем подумать. Возможно ли добиться справедливости преступными методами? Все ли преступники заслуживают смерти? И почему после прочтения главный злодей начинает симпатизировать? Я лично с нетерпением буду ждать продолжения. А если вам нравится жанр детектив и триллеры, то читать обязательно.